Приветствую вас, уважаемые подписчики, приветствую уважаемые гости канала, друзья, прохожие и все те, кто заглянул на страницу моего канала, чтобы посмотреть начало блога, чтобы посмотреть, так сказать, заметки испытуемого. Сразу отговорюсь, что я не имею медицинского образования и здесь буду излагать свое чисто субъективное мнение. Ну, мое мнение может быть объективным в определенной степени касаемое моего здоровья, именно вопрос в том, как я буду себя ощущать. В силу разных обстоятельств жизненных, зависящих от меня и независящих, вчера я поставил себе прививку. Я укололся спутником 5, двухкомпонентной вакциной, получил на руки сертификат, который дает мне теперь возможность полноценно реализовывать свое право на труд. Сразу еще добавлю, я не собирался вести этот дневник, у меня был дневник голодающего, дневник бросающего курить. Ну, надеюсь, что этот дневник, который сейчас веду, не станет дневник бросающего жить. Ну, все-таки, да, интересно, субъект, который укололся вакциной, ну, выживет или нет? Как я уже говорил, в силу разных причин, я прививку эту поставил, ну, а будем еще об этом говорить, но сегодня день второй, и я хотел бы просто вкратце обо всем. Что такое спутник 5 и что мне лично о нем известно? Ну, в силу, значит, чтения разных источников, ну, есть такое мнение, оно меня вполне устраивает, успокаивает, скажем так, имеет такой эффект, такого плацебо. Это спутник 5, это военная разработка СССР времен 80-х годов, это именно военный антидот на случай неожиданной химической угрозы, то есть химической войны. И он, значит, смонтирован так, чтобы смоделирован, да, чтобы иметь возможность, значит, вот в этот продукт встраивать уже конкретные генные цепочки, вот необходимые данному случаю. Именно поэтому эта вакцина, этот антидот был так быстро слеплен, скажем, да, состряпан. Если у вас есть какие-то еще интересные версии, которые поддержат мой организм, хотя бы на полне плацебо, да, то напишите в комментариях. Вот, также, как бы, я жду комментариев от вас, жду лайков, жду того, что вы поделитесь данным блогом. Вот, ну, конечно же, мне бы хотелось получить поддержку, а не те, не ту волну, знаете, вот, когда я высказал свое мнение, что я, наверное, все-таки буду колоть, мне там что только не писали, и баран, и мудак, и тупой, но я, как бы, начал отвечать, какое, вот, какое, вот, имеет, вот, человек, да, моральное право там, вот он не хочет прививаться. Ну, хорошо, какое имеет моральное право меня обзывать бараном там, или каким-то там тупым, или кем-то там еще, если я не поддерживаю его мнение. Ну, у тебя есть свое мнение, оставайся при своем мнении. В конце концов, никто никому ничего не навязывает, согласитесь. Ты можешь не ставить прививку, но тогда иди жить в пещеру. Тебе не будет ни работы, ни посещения общественных мест и прочее. Это политика национальная. Либо мы придерживаемся этой политики, либо у нас закрывается предприятие, что так нужно Западу. Русский мир под угрозой, и привиться, как бы, это, ну, мой шаг, продиктованный, конечно, многими-многими обстоятельствами. Конечно, злит неимоверно факт того, что так с людьми поступают, что просто вот принуждение и прочее, прочее, прочее. Но это упыри на местах, они, конечно, делают свое дело. Без этого, ну, никак. Они отрабатывают именно посыл из Запада, то есть они заставляют именно вот так это делать. Чтобы как можно сильнее поднять волну недовольства. Чтобы непривитые бились с привитыми, привитые с непривитыми, масочники с безбасочниками и прочее. Они хотят того, чтобы пролилась кровь. А я веду блог с целью объективного наблюдения за своим здоровьем. Ну, и походу буду высказывать свои мысли, так же, как в блоге, да, дневник бросившего курить. Так вот, значит, я вчера поставил прививку. Завтра расскажу все, как это выглядит. Вот, я не подготовил себе еще студию, поэтому на улице записываю. Вот, значит, вчера поставил прививку еще раз. И решил воспользоваться рекомендациями куда-нибудь самоизолироваться. Уехал в деревню, живу на даче. Утепляя завалинки, топлю печку. Вот, ну и немножко занимаюсь вопросами, которые сейчас возникли, в том числе, в частности, по АТП. Об этом отдельно будет блог. Я думаю, что многим, тем, кто не нижнеамурцы, этот вопрос не интересен. Поэтому я здесь нахожусь в деревне. Вот, второй день. И пока буду здесь находиться. Ну, в плане ощущений, пока непонятно. Температурка слегка поднялась. 37,2-37,5. Есть непонятные покалывания в области плечей. Ну, это опять же может быть субъективно. Как бы такие вещи у меня ранее были. А температуру я раньше не мерил, поэтому и не знаю, как это все, какая она у меня должна быть постоянно. Есть люди, у которых температура всегда повышенная. А есть люди, у кого температура всегда понижена. Например, у моей жены температура низкая. И болеет она, не болеет, температура не поднимается. Есть такие, понимаете, вещи. Вот. С другой стороны, как нам не говорят, как нам не проводят истеричные вот эти вот всякие вопли, да, там антипрививочники и прочее. Есть такая статистика, что... Как статистика? Есть мнение, я буду осторожен со словами, непроверенное. Сегодня мне сказал человек, работник, который там работает. Ну-ка, по! Работник, который работает, это, значит, психоневрологический интернат. Находится на конечной маршруте номер 5 в Энске. Вот. И там с сентября месяца, и вот по сегодня, 15 человек привитых увезли на погост. Вот такая есть информация. Я ее проверить не проверял. Проверить навряд ли сейчас смогу оперативно. Но вот я не думаю, что человеку есть какой-то смысл врать и поднимать панику. Это раз. С другой стороны, с другой стороны, у меня вот товарищ, мне сообщили, есть такой товарищ, Николайский Тихолос. Он погиб, его тоже увезли на погост. Но он был непривитый. Вот. И в дальнейшем увезли на погост, через несколько дней буквально, его ближайшего родственника. Родственницу. Хотя муж и жена не являются родственниками, насколько я знаю. Вот таким вот образом. Значит, вирус, он рядом. Болезнь рядом. Это я просто вижу, потому что начали умирать близкие мне люди. У меня умерло в Николайске сейчас трое людей, которых я знал лично. Трое людей умерло. Невакцинированных. Понимаете? Для Николайска это очень много. Для меня это прямо критично. У нас осталось население, я уже людей не вижу. Это очень критично. Еще вот на период, несколько месяцев назад, мне писал отец, что у него в Москве, значит, умерло около десяти конкретно близких, знакомых. Для Москвы даже, да, это критичная цифра довольно-таки. Эти люди были, ну вот информации нету, привида или нет, тут такой информации нет. Но то, что вот есть, я сказал. Ну а другие вещи, как бы я источникам не очень доверяю, поэтому обсуждать не буду эти вещи. Чтобы не наговорить, да, всякой непроверенной информации и не посеять панику. В моем блоге на будущее, сразу говорю, это главное, это объективность. Объективность оцениваемой информации, которая вообще поступает и прочее. Объективные мысли. Но все, что касается именно вакцинации, вакцины, да, вот проявлений болезни и прочее, я не медик. И поэтому здесь, что касаться будет, это оно только субъективно. Я не получал медицинского образования, поэтому здесь только субъективное мнение. Итак, я вчера укололся, слово такое укололся, я вчера провакцинировался спутником 5, военной разработкой. Поставил первую вакцину, вернее не я поставил, а мне поставили в плечо, в левое. И следующая вакцинация у меня, по-моему, 5 декабря. Ну вот, до этого времени я буду вести дневник. Вы мне, пожалуйста, напишите, кому интересно, кому не интересно. Можете просто плюсики поставить в комментариях. Можете написать, о чем поговорить, что бы вы хотели услышать, какие моменты там, да. Потому что я лично ходил, лично теперь вот сам видел, как это все проходит, как это происходит. Вот, интересен ли мой блог или нет. Нужен ли он вообще, или вообще вести его не стоит. Если стоит вести каждый день, может быть через день и прочее, прочее. Буду очень признателен, если порекомендуете мой канал друзьям и знакомым, если пошлете ссылку на мой канал. Вот, ну, естественно, лайкосики, вот, комментарии, вот, и, ну, конечно же, конечно же, уведомления. Это колокольчик, дзинь-дзинь-дзинь. Вот, а я на сегодня заканчиваю, заканчиваю блог и так уже 11 минут. Вот, с телефона я в инстаграм его не залью. Ну, я не думаю, что в инстаграм я буду заливать, все-таки я определился, времени у меня не очень много. Поэтому данный, значит, блог будет вестись только на канале Роман Зайцев Живу на ДВ, на информационном ресурсе авторском, на ютюбе. Вот, ну, еще раз пожелаю всем, значит, пожелаю всем, чтобы вы пожелали мне здоровья. Вот, хочу поблагодарить за то, что досмотрели видео до конца. Лайкосик, колокольчик, комментарий, подписочка и будьте здоровы. Мира вам и мира в ваших семьях.